2016 год в Беларуси, объявленный годом науки. Науковцем был и Франциск Скарына. 500 годов тому он выдаил первую книгу «Псалтыр». Вучные 37-й школы Могилёва вырешили провести дослед правы битного деяча 16-го стагодия и стали переможцами конкурсу. Вот такую книжку сделали наши дети, выказывание Франциска Скарына, упрыгожили ее знаками Скарыны. Дейность Франциска Скарыны затекавила в учнях третьего класса, хотя по школьной программе знакомятся с творчеством первого беларусского книга «Трукара» трех поздней. Он на 200 год опередил свой час. У многих справок он был первым. С допомогой наставницы третьеклассники проглядели шмат книг у библиотеках Могилёва. Подрыхтовали для своих ровесников трехвилинное выступление и викторину. Я не знала, что Франциск Скарына работал доктором. Я видела, что он писал книжки на Бережской мове. Если бы мы не занялись доследшей работой, то я бы не знала, что Франциск Скарына не только первый другар. А так кто? Мастак, предприимальник, сократар. Мы отримали диплом с первой ступени на районном конкурсе «Я доследчик». Нам было очень интересно заниматься Франциском Скарыны. До 500 годов беларусского книга «Друкарство» по инициативе Минавита Трецеклассников 37-я школа Могилёва выпустила уласный тематичный календар. На одной стороне мы разместили его портрет, а так само указали, что он ученый, медик и философ. На другой стороне мы разместили фотографию королевского сада, вид королевского сада у прази, який заховался до сегодняшних дзен. И указали, что он был королевским сократаром, садовником и ботаником. На остатних сторонках информация про Скарыну, перокладчика, поэта, мастака, математика, астронома, богослова. Для школьников початковых классов это была нелегкая праца. А так что у год науки они срабили перший крок. Домах чим и у будущем серьезной деятельности. Татьяна Сергейшик, Александр Тарасов, Новины региона.